На черном заседании Комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента рассмотрели несколько вопросов, связанных с развитием строительной отрасли. Это итоги реализации программ стимулирования развития жилищного строительства и обеспечения жильем молодых семей в 2020 году. Собравшиеся выслушали доклады представителей областного правительства, и по обоим выступлениям у депутатов возникло немало вопросов. Мы, честно, конечно, сильно недовольны, как они работают, и просто такая формулировка принять к сведениям. Потому что другой формулировки, ну, то, что это не удовлетворительно, мы с этим согласны. Почему? Потому что нет финансирования. Мы занимаемся демографией, и в то же время за пять лет мы помогли, всего 82 семьи помогли, а в очереди стоят их тысячи. Сейчас на ближайшем комитете мы будем искать возможность увеличения этих программ. Еще один вопрос, поднятый депутатами, носил скорее уточняющий характер. Он связан с применением нового СанПин по поводу проведения ежедневной влажной уборки с применением моющих и чистящих средств в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов. Его исполнение неизбежно приведет к увеличению платы, собираемой жильцов. Впрочем, в ходе заседания выяснилось, что выбор все же остается за самими жителями. И вот сейчас были четко даны разъяснения, что решение принимают только собственники жилья. И если по жилищному кодексу большинство решило убирать подъезды три раза в неделю, значит, да, и никакие СанПины ничего не будут действовать. Прокуратура сказала, если будет судебная практика, она будет на стороне жителей. Следующее заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам пройдет в выездном формате на строительной площадке Ледового дворца «Спорта», где на месте изучат сложившуюся ситуацию и проверят информацию о возможном нарушении графиков строительства и сложных отношениях с субподрядчиками. После чего депутаты примут решение по поводу вынесения этого вопроса на сессию ЗАГС Собрания.